У нас в гостях писатель Игорь Маранин, и мы будем говорить сегодня про его новую книгу «Сибирский да Винчи» и её герой Виктор Михайлович Шкаруба, наш с вами земляк, тоже новосибирец. Доброе утро, Игорь. Доброе утро. Доброе утро. Как дела? Во сколько просыпаются писатели? Писатели просыпаются в 5.15. У меня модельник стоит на это время. Так что же вы делали вот до того момента, как к нам пришли? Внучку отвёл в детский сад, заехал обратно позавтракал и потом направился к вам. Слушайте, ну прям такое утро обычного рабочего человека. А потом на работу, да, сел и писать. Да. Нет, я думал, у вас всё не нормировано, что вот пришла муза, да, о, раз, раз. Это фрилансеры так работают, а писатели – это писатель. Нет, писатель как? Я же не профессиональный писатель в смысле того, чтобы зарабатывать на жизнь только писательским трудом. Вот, я можно сказать писатель-любитель, потому что работаю в другом месте, а пишу в свободное от этого времени. Поэтому я себя иногда пролетарским писателем называю. А с чем связана ваша профессия? А я стою у станка, у печатного. Ничего себе. Да, ну что. Вот это, да, вот это романтика. Но всё равно… Написал книгу, потом сам руками её напечатал. Да, да, да. Красота. Давайте всё-таки о сибирском да Винчи. Виктор Михайлович Коруба. Для тех, кто первый раз, возможно, сегодня услышал эту фамилию, расскажите, я знаю, что вы лично с ним знакомы, расскажите о нём, почему вы выбрали его, как вы с ним познакомились, чем он вас так вдохновил, что целая книга получилась. Ну, вышло это ещё при работе над книгами «Мифосибирск», достаточно известной в городе. И тогда редактор книги Константин Асеев мне предложил, а хочешь, я тебя познакомлюсь с человеком, который, возможно, станет героем одной из главок твоей книги? Я говорю, конечно, хочу. Знаешь, говорит, вот в парке имени Кирова есть солнечные часы, вот я тебе познакомлюсь с их автором. И вот так вот я познакомился с Виктором Михайловичем Шкаруба, написал главку о солнечных часах, о проектах домов на деревьях у него есть, о поклонном кресте, который на Колыванской трассе стоит. У него очень интересная история, у этого поклонного креста. А потом, через несколько лет, как-то мне попались, Виктор Михайлович начал писать свои воспоминания, и как-то мы с ним так сошлись. Он меня попросил, значит, о помощи, а я решил, что из этого выйдет скорее самая настоящая увлекательная книга, потому что его судьба сама по себе очень увлекательная. Он изобилует такими крутыми поворотами. Ну, то есть он, почему сибирский да Винчи называется? Потому что он и художник, он и архитектор, и очень много сделал для Новосибирска в том числе. Вы знаете, в эпоху Возрождения было такое понятие, человек универсальный, то есть человек, который может достичь успеха и достигает успеха в самых различных областях. Вот да Винчи, он был таким человеком, то есть он был изобретателем, он был художником, он был философом, а вот таким человеком универсальным на самом деле и Виктор Михайлович Шкаруба является. То есть он окончил железнодорожное училище, когда-то еще давно, в 50-е годы, и устроился работать в вагонное депо нашего Новосибирского вокзала, стал рационализатором. То есть его, он выступал с лекциями о своих, ну помимо того, что его распредложения принесли ощутимую выгоду, он был известным человеком, тогда выступал с лекциями. Потом ушел в армию, стал ракетчиком и летал на самолетах, значит, получил такое образование, служил, значит, на ракетной базе. После пошел в институт лаборантом и, значит, по электромеханике писал научные, несколько научных статей вышло, в научных журналах имеется в виду его. Мог стать ученым, но решил, что это не его и пошел, окончил художество, значит, по специальности архитектор, наш институт новосибирский. Стал архитектором, работал дизайнером, изобретал такие вещи самые интересные. Скажем, они работали над оформлением, была такая фирма СКБ в Новосибирске, очень известная на весь союз дизайнерская, промышленный дизайн. Они оформляли самолет Ту-104, внутренность всю. Они, значит, делали мотоцикл, дизайн мотоцикла Ява, который, Ява-80, по-моему, могу ошибаться в номере, он не пошел в серию, но он в музее, значит, этой Явы долго стоял, как образец вот такого очень уникального, очень эффектного дизайна. Он яхтсмен, причем он, у него чуть ли не первая в Новосибирске яхта была, вот, а его сын совершил, известный тоже яхтсмен, совершил кругосветное путешествие на яхте, Евгений Шкаруба. То есть человек такой совершенно уникальный, разносторонний, и, кстати говоря, о летательных аппаратах, у него есть целая линейка запатентованных, значит, проектов, очень необычных летательных аппаратов, которые он называет ораторны. То есть это такой гибридный летательный аппарат, самолет, дирижабль, значит, и амфибия, что ли, который может и плавать, и летать, и всего подобного. Вот такой вот уникальный человек, естественно, мне было интересно с ним и поработать, познакомиться, и пообщаться, и написать о нем книгу. Ну, это, конечно, очень интересная судьба, и, глядя на таких людей, все время думаешь, вот успевают же люди за свою жизнь. Вот уж кому есть чем гордиться в плане жизненного опыта и, действительно, разносторонности. После рекламы подробности остальные узнаем. У нас в гостях Игорь Маранин, новосибирский писатель. Он рассказывает нам сегодня про свою новую книгу «Сибирский да Винчи», героем которого на этот раз стал Виктор Михайлович Коруба. Человек очень с интересной судьбой, вы в этом уже убедились, до рекламы. Много всяких профессий он успел попробовать в своей жизни, и вот стал героем книги. Вдохновляющая история. Расскажите, Игорь, про то, как вы ее воплотили. Что мы в книге можем увидеть? Это череда интервью, это какие-то зарисовки истории, которые он вам рассказал из своей жизни. Есть ли там что-то про город, потому что вы очень любите, я знаю, сочетать историю людей и историю города. Да, там, безусловно, есть много историй про город, о тех элементах, которые горожане могут увидеть, и которые принадлежат там, ну, вот композиция входа в горный институт, допустим, на Красном проспекте. Это вот авторство Виктора Михайловича Шкаруба. И другие, стелла, значит, около завода Чкалова и так далее. А вот с композицией книги пришлось поработать. Это была интересная работа, потому что как все это воплотить? С одной стороны, рассказ о биографии, а с другой стороны, вот дать информацию о проектах, которые, автором которых является Шкаруба, да, в том числе о нереализованных, потому что их у него очень много. И поэтому выбрана такая необычная форма. Ну, первая часть обычная, она биографическая, она в виде такого рассказа о жизни построена, о неожиданных поворотах жизни. А насчет второй части я вспомнил такой жанр забытой ныне литературы, как утопия. Когда-то в 16-18 веках, значит, вот Томас Мор, Томасо Кампанелло и прочие писали об идеальных городах будущего. Книги, надо сказать, довольно страшные, потому что, для нашего взора, потому что там все было рекламентировано, вплоть до того, кто с кем занимается сексом и так далее. Но сама форма литературная, вот я ее взял, и мы все эти нереализованные и отчасти реализованные проекты Виктора Михайловича Шкаруба поместили в одно место на берег Обского моря, причем это действительно с географической привязкой и так далее совсем. И назвали город Кедроградом, и вот эта вот вторая часть сделана в виде путешествия по этому городу. То есть можно сказать, что я автор последней утопии в истории литературы, потому что никто, конечно, в этом жанре сегодня не пишет. Ничего себе, это есть чем гордиться. По поводу вообще процесса, расскажите, что такое написать книгу о человеке. Наверняка вам приходилось общаться с его друзьями, родственниками. Каков он процесс такого? Мы много общались, естественно. Мы в его мастерской много... Там есть такие уникальные вещи, значит, дизайнерские. Скажем, одно время он увлекался тем, что на лесопорубках брал вот корневище, ствол, еще который, дерево, особенно пленок, который уходит корнями, выдалбливал его и делал такие специально обработанные вазоны. Это очень красивые. И я вот представлял, как вот он по этой узкой лестнице своего дома, он живет, лаборатория у него на четвертом этаже старенького дома, сталинских, еще, сталинской постройки. И вот как он, значит, тащил вот эти корни, а соседи смотрели и думали, а зачем ему эти, значит, громадные деревья дома? Городская сумасшедшая. Да, да, вот такое. Мы ездили вместе к его, значит, у него есть построенная церковь, в бывший санаторий «Березка». Есть, значит, крест поклонный туда ездили. Ездили вместе с ним в Батурино, в Томскую область. Такое у нас было путешествие в несколько дней. Там он тоже помогал ставить купола на церковь, на местную деревенскую. И, естественно, общались много и с ним, и с его женой, и сын его приезжал, и с теми людьми, с которыми он работал. Их мнение вы, наверное, как-то тоже вкраили, да? Да, да, там есть и в конце, да, вот как бы это две основные части, про которые я говорил. Но там есть и третья часть, это вот окружение Виктора Михайловича, потому что оно тоже талантливое, и о нем нельзя было не написать, чтобы... Ну, без этого человек был бы менее представленным, что ли. Вы упомянули про его нереализованные планы. Можете хотя бы один привести в пример? Это же интересно, проект, который, может быть, он только планирует завершить? А вот у него есть замечательная такая башня, проект, называется «Сибирский кедр». То есть башня высотой, по-моему, 300 метров, сделанная в виде кедра. Это такой деловой, культурно-деловой центр, который, как бы он мечтал поставить на одном из Абских островов. В виде кедровой шишки? Там есть ствол, вот этот вот уникальный. Да, а вот от него такие композиционные отходы сюда, этажи, они сделаны в виде кедровых веток, в виде... Ну, это, конечно, все технологически, не дерево, а современные материалы. То есть в этом отношении он очень продвинутый человек, у него концепция такая, что все должно быть экологично, автономно и с учетом самых передовых материалов, которые сейчас есть. Где бы он планировал эту вещь поставить? Ну, вот мы его поставили в этом кедрограде посредине Овского моря на острове, а вообще, значит, на одном из островов здесь вот медвежий или... Как бы было такое предложение. Были такие предложения, не реализованные у него, скажем, по транспортным развязкам в городе некоторые. Это нам очень нужно. Да, да. Вот какие-то... А вообще у него была очень интересная идея, вот у него один поставленный поклонный крест. А была идея поставить четыре поклонных креста, то есть... Так, чтобы сверху получился... То есть замкнуть кольцо вот этого, то есть поклонный крест он как бы охраняет, да, духовное пространство, духовный город. Вот был проект, значит, вот такой. Игорь, а где мы можем почитать книгу? Есть ли она в продаже и в библиотеках? В библиотеке, я думаю, она поступит, потому что все мои книги-то поступают в библиотеки. В продаже она уже есть, да, по-моему, в магазине «Капитал» и... Ну, и прочих центральных магазинов города. Спасибо вам огромное, мы очень рады были вас видеть, наконец-то, воочию, а не по телефону. Но это еще не все. Игорь, как и все наши гости, обещал нам напоследок рассказать забавный случай из своей жизни. Да, вон к историю. Ну, я не знаю, насколько забавно, и мне вот вспомнилось почему-то, значит, как мы однажды в офисе поздравляли женщин с 8 марта. Это всегда забавно. Давайте, начинайте. Нет, ну, это скорее с подбором подарка. Вот, как бы, когда одному человеку выбираешь подарок, это еще представляешь его вкус, а как выбрать 15 женщинам подарки? И вот мы отправились в магазин, а там, это было здесь, на левом берегу, мы тогда работали на территории ДОК-5. Отправились, там был, значит, такой большой магазин хозяйственный, ну, не только хозяйственный, всякого рода. И, значит, не зная, что купить. То есть, ходили по магазину со своим сослуживцем и выбирали. Вот нам выделили, там, бюджет определенный. И выбирали, вот что купить. Одеяло из холофайбера, вот, или подушки. И тут идем, идем, а тут небольшая толпа, значит, людей, покупателей образовалась, и все рассматривают какие-то корзинки. Мы подошли, а что такое? О, говорят, это замечательные корзинки, сюда можно, ну, эти самые, белье складывать, ну, на стирку, там, все такое. И мы что-то посмотрели, по цене, по бюджету вкладываемся, такая оригинальная корзинка, все, взяли 15 этих корзинок, привозим. Торжественное вручение, вот, речь, и речь, дорогие, речь вот такая, вот, дорогие женщины, позвольте в честь этого знаменательного праздника подарить вам в этот, значит, праздничный день корзинки для мусора. А, для грязного белья, корзинки для грязного белья. Намек на то, чтобы были всегда чистенькие. Да, и только тут до нас доходит вся комичность ситуации, но отступать было поздно. Действительно такая очень писательская история. Спасибо большое. Спасибо. Игорь Маранин, новосибирский знаменитейший писатель был у нас в студии. Спасибо. Спасибо.